Девочки, привет! Сегодня мы с вами проводим детективное расследование на тему «Какую тайну вы о нём не знаете?» Чего же вы о нём такого не знаете? Будем стараться вытащить, как это сказать, ну такие грешки, да, что у него там. Представим себя священником, а он как будто на исповеди. Сейчас он нам все свои грешки-то расскажет, что вы там о нём не знаете. Вот кто-то, кстати, просил меня сделать расклад просто без вопросов на ситуацию, поэтому это что-то похожее, да, потому что мы не будем там какие-то конкретные вопросы задавать. Мы сейчас посмотрим, что у него тут, какие камешки за пазухой таятся. Три варианта без сигнификации. Я вам делаю в этот раз экспресс-расклад, потому что на этой неделе было большое количество длинных психологических, прям этих раскладов, где я прям в поток погружалась, потом вообще даже ничего слова не помнила. Вот там вот можно полностью всё посмотреть. А в этот раз мы, знаете, экспресс посмотрим, просто вытащим скелетиков из шкафа, да, и посмотрим, что ж мы не знали про него. Может быть даже знали или догадывались, или что-то ещё. Давайте. Кто предупреждён, тот вооружён, да. Первый вариант зелёный, второй вариант оранжевый, и третий вариант полосатый. В закреплённом комментарии под этим видео прописан тайм-код, так что можете себя подстраховать тайм-кодом. Единички. Ну что, отправимся в увлекательное путешествие, да, в шкаф со скелетами нашего молодого человека. Итак, открываем дверь в Нарнию и знакомимся со всеми его этими внутренними тараканами. Сейчас каждого назовём по имени. Добро пожаловать на тараканью дискотеку вашего молодого человека. Какую тайну вы о нём не знаете? Ну, тут всякое может быть. Такая, знаете, очень мощная карта, вот она у меня как бы выпадает ещё и первая в раскладе, да. Что мне сказать, что он антихрист какой-то или что? Ну, я так хочу сказать, что там его шкафчик с сюрпризами, он многогранный и многослойный, понимаете? Там ни одно отделение, там нормально у него всяких этих тараканов в голове. Ну, а если серьёзно, так хочу сказать, что тут человек прям, конечно, ларец, с сюрпризами, всякое может быть. Вполне может быть, что он, может быть, он не верит, вот, ну, знаете, там, в духовность, в религию, может быть, он там агностик или, как называется, атеист, да, такое может быть. Может быть, это ещё означает, что ему необходима правда какая-то чистка, потому что он энергетически чем-либо загрязнён, да. Вот какую тайну вы не знаете? Он сейчас какой-нибудь вытащим, не дай бог, зависимость. Или, знаете, вот такое, которое обесценивает духовную сторону жизни, в неё как-то не верит, вот, или там, такой человек интересный. Ну, какую тайну вы о нём не знаете? Вот всё, что у него в жизни происходит, оно сейчас прямо всё его, вот эта метла кармическая просто метёт, я не знаю, ментальная мясорубка сейчас у человека, да, и всё, что в жизни происходит, он действительно заслужил. Смотрите, какие интересные карты выпадают. Какую тайну вы о нём не знаете? Что вы именно, видимо, та женщина, которая должна помочь ему завершить его кармическую проработку. Хотя, как правило, мы такие вещи, знаете, подсознательно знаем, понимаем, подозреваем, нам обычно дают это понять, да, через террологов, через сны вещи, просто мы какие-то, знаете, знаки ловим в воздухе, что не просто так человек. Вот вы, видимо, этого не знали, да, вот эта тайна, что вы та женщина, которая должна помочь ему проработать какие-то кармические уроки, потому что если вы не поможете проработать, то у человека, конечно, такое, знаете, плачевное будущее, депрессивное достаточно. Вот вы ему здесь как-то нужны. Да, без вас, как это сказать, хоть потоп, да, так говорят. А, после вас хоть потоп. Ну, короче, здесь смысл в том, что без вас вообще он не вылезет, потому что у него какие-то постоянные перманентные конфликты. Как вы можете понять, что вот это именно ваш мужчина, что вот вы как-то на него смотрите, чтобы резонировало вам? Знак зодиака воздух может быть вполне, но как и знак зодиака воздух, так еще может проигрываться именно как король мечей, да, как мечевая мазь, как человек, который в иллюзиях живет, человек, который, может быть, там погружен в постоянные какие-то депрессии. Вполне возможно, что он даже может сейчас терять работу и деньги, именно потому что вот сейчас кармическая такая ситуация, что он должен вообще все потерять, обнулить себя полностью. Вот может быть, вы этого не знаете, да? Если он работу не потерял, в ближайшее время потеряет. Мои расклады все сбываются. Чтобы о нем не знаете, да, какую тайну. Точно какая-то тайна. Видите, у нас тут змея зеленая вылезла прям, подмигивая своим желтым глазом в камеру, какая-то тайна сейчас нам откроется. Что там за змея-то вылезла? Да, получите вы какое-то известие, не зря вы этот расклад смотрите. Видимо, вы сейчас уже получаете это известие, да? Видите, какое-то змеюшное, змеюшное известие. Но оно же не всегда, а может означать какую-то гадость. Оно может означать именно как мудрость, понимаете? Здесь скорее всего какую-то гадость, потому что перевернутые позиции. Мы сейчас посмотрим, что тут змея. С чем связано это известие? Тайна какая-то. Ну, тут понятно. Тут, в принципе, то же самое, что мы видели в первом ряду, когда говорили о том, что человека тут как-то либо чистить надо, либо его за уши просто в храм тянуть, за ухо, понимаете, как нашкодившего мальчишку. Ну, я же не знаю, у кого там какая религия, у кого какой Грегор. Но я имею в виду, что здесь вот надо действительно впрягаться, помогать человеку, или чтобы он сам начинал себя помогать, потому что что-то прям его очень сильно колбасит. У человека кармический урок идет на предательство. Все его что-то предают, у него нет опоры на себя, поэтому здесь, возможно, еще вопросы с бизнесом, с деньгами. очень часто могут быть такие ситуации проигрываться, когда его действительно предают, кидают на деньги, или на дружбу, или еще на что-то. Может, вы не знали об этом, да, тоже. Вы об этом узнаете, обязательно узнаете через время, да, как будто вот он проявится для вас именно, знаете, в том ключе, как вот вы должны понять, как действовать. Проявится через время, и знаете, тут еще есть такой момент некой цикличности, то есть если его друзья предают, это не один раз в жизни. Если женщина предала, не один раз в жизни. Если на деньги кинули, не один раз в жизни. То есть видите, у него цикличность, у него постоянно, у него это кармическая история какая-то, он что-то отрабатывает, что-то проходит. Вот какой-то, знаете, вот это доверие, может быть, к миру, может быть, он сам тут кого-то обманывал, кстати, здесь тоже может проигрываться. Здесь еще, кстати, может проигрываться, знаете, какой момент, когда он кого-то обманывал, мог либо с деньгами, либо с документами, что-то там под... Вы это узнаете, да, и для вас это будет очень неприятное известие, потому что, вероятно, вы про человека этого не могли даже так думать, что он на такие вещи способен, но он вполне может быть даже немножко аферистом, да, вот таким, знаете, вот, как говорят, безбожник. Для человека, видимо, очень много тут играет роль деньги и финансовое благополучие. Я тут конкретно этого не вижу, прям по ощущениям идёт. Поэтому он теряет работу, у него очень сильно идёт привязка к материальному. И он действительно ради денег может пойти на различные грехи. Всё-таки грешник здесь больше проигрывается, прям кармический грешник. Покаяться ему надо. Прям покаяться. Смотрите, какие карты, прям, знаете, нависло, возмездие какое-то на этим человеком. Закрытая какая-то информация, да? Когда для нас что-то закрытое было, да? Сейчас докопаемся. Сейчас, подождите, я немножко настроюсь на открытие тайны. Чем связано-то это всё? Как сложно-то здесь. У нас, в принципе, только одна карта осталась на прояснение ситуации. Она запутывает всё больше и больше. Ну, видимо, потому что высшим силам что-то не выгодно, чтобы его очень быстро вывели на светлый путь, да? И сказали ему, в какую сторону идти. И попутного ветра, чтобы ему там пожелали, да? И его кораблю. Тут такого нет. Тут, знаете, он просто мечется, как какашка в проруби. Можно так говорить? Да, тут вопрос с деньгами. Тут человек действительно может пойти на какие-то подлости ради денег. Всё, больше мне ничего не говорят. И вот, знаете, вот всё, что негативное он совершал там ради денег или что-то ещё, может, он как-то потерял, поэтому работу-то потерял. Нечестные какие-то такие, знаете, моменты, прям грешки такие очень жёсткие. Жёсткий такой грешник. Это самое важное, что вам нужно знать о человеке. Может быть, вы его знаете, как это, кармическое такое наказание, там, покайся, мошенник или как-то так. Может, не совсем мошенник, но что-то человек такой, знаете, хитренький в плане денег. Он, кстати, же ещё может иметь какие-то меркантильные интересы по отношению к вам. Он же не зря думает, что на вас заканчивается его кармическая проработка. Так что смотрите, будьте осторожны, чтобы он вас не обманул никак. Вот такая вот первая позиция. Двоечки привет! Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада, какую тайну о нём, я не знаю. Мы с вами работаем, ну, буквально на 15 картах. Такой, знаете, экспресс-расклад без глубокого погружения в родовые истории, там все бывшие жён, собак, соседей. Вот просто вот ту тайну, которую вы не знаете, которую мы сейчас с вами узнаем. Настраивайтесь на своего человека, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Да, мы начинаем несанкционированный просмотр. Да, потому что тайну его взламываем его, этот шкаф сюрпризами. Какой скрытный персонаж. Показывает время. Что время? Что-то не время нам узнать. Ой, смотрите, здесь у человека может быть цикличность. То есть, например, он может быть богат в первой половине жизни, да, во второй потерять. Или наоборот, да, что ему нужно, как сказать, пройти какие-то очень важные уроки, когда его, понимаете, как научат балансы между материальным и духовным. И, вероятно, он сейчас эти уроки проходит. Вот, видите, у него благополучие падает. Успех благополучия закрывается сейчас на данный момент для него. Может быть, он очень сильно привязан к деньгам, да. Может быть, действительно у него вот этого благополучия сейчас нет, да. Поэтому он сидит в отшельнике, вот, и хочет понять, что произошло. Почему я, говорит, все потерял здесь. Конечно, его мучают, потому что он не обладает тем статусом, которым обладал раньше. Сидит в отшельнике. Что-то он должен понять. И мы сейчас про него что-то поймем. Что, что там в отшельнике сидишь? Вполне возможно, что вы просматриваете человека, который от вас ушел, или который поставил отношения на паузу. Вы не можете понять, почему, да. Какие же тайны он там скрывает. Что свинтил с узелком за горизонт, да. А свинтил он от вас, или как-то дистанцироваться, потому что у него есть сомнения. Сомнения, знаете, такие надуманные. То есть они не такие прям серьезные, чтобы имели под собой основание. Что-то в голове он себе накрутил. Какую тайну скрывает от вас? Посмотрите, еще и первый вариант. Мне кажется, что это братья-близнецы просто. Или они однояйцевые. Ой, ну тут тоже какой-то вопрос идет, связанный с финансами. Такая, знаете, тайна, покрытая мраком. Да, может быть, давно это достаточно произошло. Почему-то. Вот я сейчас кому-то глаза открою. Если ваш человек ушел и женился, он считает, что он женился не по судьбе. Если вы чужая женщина, он считает, что у вас брак не по судьбе. Вот видите, это как ворованная любовь получается. Потому что какую тайну скрываешь, что он просто стырил чье-то кольцо. Это, знаете, как это так прям мало у кого проиграется, понимаете? Здесь вот все-таки больше метафорично. Что-то такая, знаете, ворованная любовь, или украденная, или не время, знаете, не время, не место. Он сидит там в своем отшельнике в пещере своей, да, грустит, на луну воет. Какую тайну еще скрывает от вас? Тут, безусловно, какая-то история. Знаете, если он ушел, женился, он там никого не любит. Он там никого не любит. Что еще от вас скрывает? Просто, знаете, он там помогает, ну как, ну они там строят будущее совместно, да. Безусловно, скорее всего, женатый человек, потому что больше так показывается, да. Вполне возможно, что там брак по расчету, мои дорогие. Тут вообще очень может быть такое, что брак по расчету еще пытается через этот брак поменять свою судьбу. И здесь должно пройти время, и он понимает, что это богатство и достаток ему не доставляет удовольствия, да. Вот через время он как бы это поймет вообще, что это вот какая-то, знаете, украденная судьба. Украденное счастье. Да, вот оно, вмешательство третьих лиц. Или, знаете, его женили. Ну это вот определенно что-то по расчету. Это что-то по расчету. Может быть, вы об этом не знали. Какой-то брак по расчету. Он бы хотел как-то с вами поговорить, всевозможно, да, выяснить. Но он сейчас не может или не будет это делать. Видите, замок здесь у нас идет на выяснение отношений, там, или на поговорить. А тут бы он хотел, знаете, о чем поговорить. Если он действительно от вас ушел и женился на деньгах, то он бы хотел признаться в своем предательстве, понимаете. Ну, скорее всего, детей у них нет. Вот, вот, может, женщина старше по возрасту. Говорит, сам себя предал. Еще последняя позиция. Какую тайну скрывает? Ну, какую тайну скрывает? Если он вам, например, говорил о том, что он там разведется и будет с вами вместе, они ничего не планируют. Вот, а его держит какое-то чувство вины. То есть, если у них детей, к примеру, нет, он все равно в этом состоянии, знаете, как бы прочно повязан. Он там не уйдет от этой женщины. Хотя, действительно, их только деньги объединяет, потому что здесь любви-то нет. Это какая-то ворованная любовь. Женили, может быть, его. И самое интересное, что здесь кто женил, хотели продолжение рода, а тут вроде как не получается. Вот как-то так. Ну, отношения держат. Вот такой вот у нас второй вариант был. Расскажите, как проигрывается. Знаете, как бывает, что были очень красивые, теплые отношения, а потом он просто исчез, а вы потом понимаете, что через время, что он женился на другой, и оп, да, у нас же любовь там была. А там вот такая ситуация. Скорее всего, вы этого не знали. Вот такой второй вариант. Третий вариант. Привет! Сегодня у нас с вами экспресс-расклад на тему. Какую тайну о нем я не знаю. Делаю на 15 карт. Рассматриваем ситуацию на 15 карт. Поэтому экспресс-расклад, поэтому вся колода у нас в любом случае участвовать не будет. Но у вас тут, видимо, какие-то сюрпризы, потому что у меня сыпется колода из рук. Кого вы там загадали? Мага-волшебника какого-то, что ли? Или очень хотите узнать ситуацию, да? Вырывайте у меня карты из рук. Ну что? 15 карт. Что скрывает от вас, да? Какую тайну, не знаете о нем? Еще раз перетасую, а то сейчас у нас наложение ситуации пойдет. Так, хорошо. Какую тайну вы о нем не знаете? Ух ты! Ой, у нас, знаете, сегодня, как это сказать, топ-3 причина того, что тайны мужчин, это женщины. Ой, это коварные женщины. Женщины коварные со всех сторон. Все прям, такая, знаете, женщина в доме, то ли это бывшая женщина, какая-то хитрая, да, хитрая полисея, сильная женщина такая. Может даже магичит что-то, да? А магичит конкретно на благополучие и, соответственно, на любовь. Какую тайну вы о нем не знаете? Может мать, кстати, просто я не вижу, что это именно, знаете, такая женщина, как жена. Вот просто любовь мне показывает. Но здесь любовь может быть, ну, не обязательно там, как к женщине, да, а чтобы привязать вот человека. Ну, поскольку переворачивается, может, и бывшая тут что-то, может, еще что-то. Какую тайну вы о нем не знаете? Смотрите, здесь есть какая-то очень большая иллюзия, да, иллюзия по поводу того, что, может быть, вы должны были быть вместе, если бы этот мужчина вам принадлежал, или бы вы ему принадлежали как к женщине, потому что и вас, безусловно, друг к другу тянет. Но здесь вот как будто, знаете, ни время, ни место, но это больше все иллюзии, понимаете? Все эти душевные муки, а по сути, они же в единово яйца там, понимаете, в синестоиществе. Объясню, почему. Вот какую тайну скрывает? Скрывает, что, может быть, это какой-то обман, понимаете? Может быть, это обман, что он мучается по отношению вас. Какой-то обман вообще здесь. Но тут еще, знаете, в чем смысл? Тут еще как бы смысл в том, что если он говорит, что он ваш мужчина, он таковым себя не чувствует, и вот это вот то, что он мучается, страдает и считает, что, может быть, ваша любовь там не вовремя, потому что у него там есть женщина или мама, или еще кто-то что-то вмешивается, это все потому, что он на самом деле это так не чувствует. Он действительно так не чувствует. Это все иллюзии. И вот это тайна. То есть, если он, понимаете, изображает, что он очень сильно страдает, что сейчас не время там, и давай как бы в другое время, он просто не чувствует себя вашим мужчиной. Он не чувствует вас парой, он не видит вас парой. Какую тайну он скрывает от вас? Я сначала не поняла, почему меня так сильно путают, да, все перевернутые позиции, такие, знаете, позиции вот морок от ума, вот это вот все, недомолвок каких-то, а потом поняла почему. Потому что здесь мужчина вам боится в этом признаться, скорее всего. Боится признаться, что вы или не будете парой, или он вас не чувствует парой, не чувствует своим мужчиной, подождите, не чувствует себя ваши мужчины. Своих мужчин тоже, видимо, не чувствует, потому что переворачивается он из позиции вообще мужская. Какой хитрый парень вообще, да? Какую тайну скрывает от вас? Ну, потому что он сам змея, понимаете, в этих отношениях. Какой он там тайну скрывает, зараза, такой? Сам вот этот измеи-искуситель. Какую тайну скрывает от вас, что не уйдет он оттуда? Если мы говорим сейчас про брак, он вообще не то, что не уйдет, он уходить даже не хочет оттуда. Хотя он понимает, может быть, что кто-то что-то делает, может манипулирует, может привязывает, может еще что-то, но он оттуда не уйдет. Ну, и может быть, вы всю эту ситуацию знаете, да, что он там не уйдет, или как-то обманывает, или еще что-то, что еще скрывает. Несмотря на вот это вот все, что происходит, и что ему не нравится по отношению к вам, да, у него все равно есть вот какое-то влечение, понимаете, к вам. Вот это, конечно, тоже какая-то тайна, и она... Она ему даже больше не нравится, потому что ему бы нравилось, если бы он как-то к вам, знаете, никак нейтрально относился. Тут влечение есть, и вы это бесите очень. Конечно же, он про это ничего вам не скажет. Ну, вот так вот, такие тайны скрывает этот наш зайчик, попрыгайчик, что не хочет из семьи уходить или из-под маминого крыла. Не хочет. Ну, тут, скорее всего, из семьи, хотя, может, эта женщина, он говорит, вроде как, может, она не влияет уже, да, или что она бывшая, или еще там что-то, а он весь там полностью, и пусть он там сидит, потому что это его зона комфорта. Только главное, чтобы вам просто мозг не компостировал, а тот компостирует со всех сторон. Сам в этой ситуации погряз, понимаете, в этом змеюшнике, у него выбор без выбора, да, он хочет на двух стульях усидеть, потому что там благополучие, понимаете, а к вам у него влечение есть, и при этом он вам просто мозг компостирует, что не время, там, потерпи, да еще что-то, да, там, не хочу кого-то обижать, короче, вот это вот все, жвачка ментальная. Не нравится мне этот парень вообще, вы мне больше здесь нравитесь, я, правда, не понимаю, как вы здесь позиции занимаетесь, но этот, мне ваш выбор не нравится, знаете, нейроведьма против вашего выбора, такой вот у нас персонаж на двух стульях хочет усидеть по третьему варианту. Так, дорогие мои, рассказывайте в комментариях, как у вас проигрывать, кого вы увидели, вот, как вы, вероятно, стали возмущаться, да, каков подлец, а не мужчина. Вот, ну, давайте пообщаемся с вами на эту тему, жду вас в комментариях, в общем. в общем. Спасибо.